МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дубинцы отметили 55-й юбилей со дня основания поселка, чем запомнился праздник жителям и гостям. В поселке Ангарский на месте строительства детского сада идут работы по монтажу электропроводки уже на втором этаже здания. Глава сельсовета бывает здесь почти каждый день. Владимир Зыль уже и забыл те времена, когда на территории села были такие масштабные стройки. Этот объект поселку нашему очень важен, очень нужен. У нас дети в приспособленном здании, больше ста человек. Ведь бывший детский садик в 99-м году, когда было большое наводнение, его смыло в Ангару вообще. И вот с тех пор мы мечтали об этом садике. Уже все в предвкушении этого. Ходим здесь, смотрим, фотографируем. Мы рады. Садик будет действительно здесь заполнен. Здесь, наверное, будет и, может быть, пораньше будут детский сад детишек набирать. Параллельно с энергетиками в здании ведутся отделочные работы. Как отмечает глава сельсовета, строительная компания сдала в эксплуатацию не один такой детский сад. Еще в марте этого года строители лишь приступали к земляным работам. Уже тогда подрядчик строительства заверил, что к концу года объект будет готов к сдаче в эксплуатацию. Сроки, в принципе, реальные. Графики под это составлены. Люди под это тоже подготовлены. Я думаю, что дней через 15, может быть, даже ранее, здесь идут уже строители-общестроители. Это будут фундаменты, это будет кирпичная окладка. С завтрашнего дня сюда начнется массовый завоз материалов, пока еще не закрыли дорогу. Строители не подвели. Темпы хорошие. Все по плану. Уже проложен силовой кабель до подстанции. Готовится к монтажу уличное освещение. Энергетики говорят, что за сентябрь закончат работы по монтажу. Представители районной власти на строительство объектов выезжают регулярно. Вот и сегодня живо интересуются ходом работ. Крыша залита. А почему второй этаж и первый? Первый этаж готов. Пусковой объект на декабрь месяц. Я смотрю, на сегодняшний день пока проблем нет. Энергетики доложили о том, что за сентябрь они заканчивают работу, следующие приходят. Поэтому пока объем вы видите сами. Очень темп хороший. Я бы сказал, набрала встроенный вес. Но как набрал с самого начала лета, так и идет. И пока сомневаться в том, что в декабре мы введем этот детский сад на 190 место. У нас никаких вопросов нет. Окончание строительства имеет важное значение не только для детей и родителей из поселка Ангарский. Совсем недавно сдали в эксплуатацию три дома. А это значит, что нефтяники прочно вступили на Багучанскую землю. И будущее у поселка есть. В центре Витязь знаменитую личность не только в России, но и во всем мире встречали с особым волнением. Шутка ли, уже будучи седовласым старцем, он побывал на самом дне Северного Ледовитого океана. Гостю продемонстрировали музей боевой славы. Он был впечатлен коллекцией экспонатов. А в актовом зале его уже ждали работники центра, чтобы увидеть фильм и с первых уст услышать рассказ о полярной экспедиции 2007 года. Российский экипаж впервые в мире приземлился на дне Ледовитого океана в точке Северного полюса. Ура! Ура! На счету доктора географических наук не одна экстремальная экспедиция. Заслуженные его дважды награждали орденом Героя сначала Союза, а затем и России. Он много сделал для развития арктического туризма. Одновременно принимал активное участие в общественной и политической жизни страны. Он и сегодня готов снова ринуться в бой, в том числе и на политической арене, и представлять интересы Красноярского края. А касаясь своей деятельности атомной отрасли, в частности, отметил сибирский атомный город. У вас прекрасный город, поэтому я сегодня познакомился с производством. Есть проблемы, было 2000. Сейчас 2000 работающих, было 10. Поэтому надо думать, каким образом и новое производство, и как оказать помощь, обладая определенной законодательной инициативой. Поэтому с руководством комбината встречался, у них есть планы. А я, зная их руководителя, Кириенко, обязательно расскажу о тех возможностях, которые могут быть. В завершении своего визита в Зеленогорск Артур Николаевич провел встречу с жителями в городском ДК. Рассказал об основных этапах своей арктической научной деятельности и ответил на многочисленные вопросы горожан. Поставь на учет, узнай о долгах. В регистрационно-экзаменационном отделении сотрудниками ГИБДД совместно со службой судебных приставов проходит акция по выявлению должников. Ставя на учет автомобиль или совершая любую другую операцию в РЭО, судебный пристав параллельно проверяет гражданина на наличие неоплаченных штрафов. Граждане обращаются за госуслугой, то есть поставить автомобильный учет, либо получить, обменять водительское удостоверение. Параллельно судебный пристав исполнитель проверяет по своим базам на наличие задолженности данных граждан. То есть при выявлении граждан, которые имеют задолженность, судебный пристав будет прилагаться либо на месте оплатить данную задолженность, ну а по нашей линии это есть ответственность часть 1 статьи 2025 Кодекса административных правонарушений, то есть неуплата административного штрафа в срок смотрен законом. Здесь и напоминают должникам о наличии неоплаченных и порой уже забытых штрафов. В основном это долги за нарушения на дорогах, но и не только. Сотрудники службы судебных приставов проверяют по своим базам данных и на месте сообщают гражданам о существующих задолженностях. Оплатить штраф желательно сразу. Такая работа позволяет быстрее призывать граждан к ответственности и делать все вовремя. Абсолютно нормально. Как можно относиться к тому, что человек не платит штрафы, например. И вообще нормальный человек должен сам зайти на сайт и посмотреть, есть у него штрафы или нет, и оплатить их. По линии ГИБДД за неуплату штрафа в срок или отказ заплатить его на месте можно понести серьезное наказание. Это могут быть обязательные работы, штраф в двойном размере или, того хуже, арест до 15 суток. Иногда нерадивых должников задерживают в административной комнате вплоть до решения суда. Денисейск всегда славился своими меценатами. Достаточно вспомнить фамилии таких известных купеческих династий, как Бородкины, Грязновы, Дементьевы, Востратяны, Баландины и, конечно, Крытмановы. Именно их усилиями в нашем городе строились православные храмы и общественные заведения. Собирались музейные коллекции, открывались городские читальни и снаряжались экспедиции. К счастью, и современные бизнесмены тоже продолжают традиции меценатства, заложенные их именитыми предшественниками. Так, например, в августе этого года возле воинской части полюс был торжественно открыт памятник всем инисейцам, принимавшим участие в современных военных конфликтах. Немалую помощь в установке этого мемориала оказал предприниматель Олег Демухаметов. При его же участии перед юбилеем города была покрашена бетонная набережная. Он же помогал футбольной команде приобрести форму. Впрочем, сам предприниматель рассказывать о своих добрых делах не любит. Ну, я не запоминаю, кому я помогаю. Люди просят, я выделяю или какие-то средства, или материальные блага какие-то делаем. Большую помощь в реализации общественных и других инициатив оказывает и Олег Дремезов. Он помогает образовательным и спортивным учреждениям нашего города, инвалидам и людям старшего поколения. При непосредственном участии его и его предприятия были проведены ремонтные работы на старинной церкви в деревне Каменка. Как говорит сам Олег, на такую деятельность его вдохновляет наш старинный город, его архитектура и люди. Мы не имеем права жить в своем городе и ничего не делать. Мы же в любом случае заинтересованы и хотим бы, есть желание у нас огромное, чтобы наш город развивался, чтобы в нашем городе было приятно находиться, чтобы люди приезжали сюда. Конечно, такая позитивная деятельность местного предпринимательского сообщества не остается незамеченной и городскими властями. По мнению председателя Енисейского городского совета Владимира Рутюняна, истинное возрождение отца сибирских городов возможно только при непосредственном участии бизнеса. И власть должна ему в этом помогать. Конечно, у власти много забот. Ну и вот одним из вариантов решения каких-то государевых проблем – это вот бизнес. На мой взгляд, я глубоко убежден, что участники лучше смотрят за определенным состоянием дел, как, допустим, берешь человек в аренду помещения, конечно, он его будет содержать, потому что ему там жить и работать. И таких примеров много. Власть привлекает бизнес, участвует не только в этом. Всевозможные ярмарки, выставки. И везде бизнес присутствует. Енисейск всегда славился своими добрыми людьми. И кто знает, может, через несколько лет наши потомки, рассказывая о известных людях, наряду с меценатами 19-го столетия, будут называть и фамилии наших сегодняшних современников. В год кино в России открыть юбилей Дубинина решили торжественным шествием кадетов, спортсменов и жителей поселка в костюмах любимых киногероев. На праздничную сцену приглашают тех, чей вклад в развитие поселка оценили не только в своих предприятиях, но и на уровне администрации. Мы такими людьми гордимся. Решение о строительстве поселка приняли в 1961 году. Тогда и начали приезжать сюда первые комсомольцы. Зоя Игнатьевна проживает в Дубинина с первых дней. Рассказывает, когда приехала, здесь не было ничего. Жить приходилось в бараке на берегу водохранилища. Когда меня привезли, мы у озера, вон там жили. А тут ничего не было. А потом комсомольцы стали приезжать. Мы их стали приезжать. Стали сперва эти шахтры, ну как же, палатчики. А потом стали строить потихоньку. В 1975-м открыли участок Березовского разреза. В этот же год была объявлена всесоюзная комсомольская стройка. Молодежь со всех концов страны и теперь уже ближнего зарубежья съезжалась на строительство Котека. Для рабочих построили временное деревянное жилье, которое стало постоянным. Сносить деревяшки начали только в 2005-м. Последний деревянный барак разобрали в конце 2012-го года. Я когда приехал, тут одни бараки были деревянные. Я сам жил в этом бараке деревянном. Их было, я считал, считал штук, наверное, 70. Но потом мы стали писать заявления, писать, требовать от властей Красноярского края, чтобы носили старое жилье. Дубининцы сейчас проживают в благоустроенных квартирах, которые ждали долгие годы. Для юных жителей функционируют две школы, два детских сада, кадетский корпус и спортивная школа Олимпийского резерва. Давно и плодотворно работают различные объединения и секции. Перспективы развития уже намечены на этот и следующие годы. И каждый день создаются условия, чтобы жители не покидали свою малую родину. Редактор субтитров А.Семкин